Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа 7 минут. И сегодня у нас очень необычные гости. Это Ирина Литвиненко, организатор выставки «Парад обезьян». Здравствуйте! С Кирой Гиббоном. Ирина, не могу не выразить свое восхищение. Наверное, каждый взрослый в душе все-таки остается ребенком и хочется и погладить, и потискать. Насколько я понимаю, сегодня практически у каждого рязанца есть такая возможность, если он придет к вам на выставку. Действительно, можно будет очень плотно пообщаться с этими милыми животными? Да, конечно. Дело в том, что выставка «Парад обезьян» — это контактная выставка. И каждый, кто приходит к нам, он имеет возможность не только, например, увидеть, очень близко рассмотреть, но и не только даже пообщаться, но и подружиться с этими животными. То есть, как правило, это детеныши. Вот у нас детеныши гиббона, детеныши макаки, детеныши мартышек. То есть, это маленькие обезьяны, которые вызывают интерес не только у детей, но и у взрослых, как вы правильно отметили. Расскажите, сколько видов обезьян у вас представлено на выставке, с каких континентов? Ну, география у нас очень обширная. То есть, фактически, из старого и нового света примата представлено у нас более 30 приматов на выставке. То есть, это и самая маленькая обезьянка планеты, буквально размером с воробья, это и гиббоны, человекообразные обезьяны, это и мадагаскарские лемуры. Есть у нас, к примеру, самый северный представитель своего вида — это японская макака, которые живут среди снега, которые купаются в теплых источниках. Это и полуобезьяны, например, такие редкие виды, как галага — это ночная африканская полуобезьяна. То есть, виды разнообразны, виды различны, и про каждого расскажет экскурсовод, расскажет, где обитает, расскажет, чем отличается, в чем особенность этого вида, как привык вести себя в природе, как ведет себя в неволе. То есть, по сути, это обезьянья семья, маленький обезьянья детский сад, только с приставкой зол. И мы наблюдаем уже, выставка существует более 10 лет, и каждый раз мы наблюдаем одну и ту же картину в каждом городе. Попадая к нам в зал, взрослые превращаются в детей, а дети превращаются в маленьких обезьянок. Расскажите, пожалуйста, про вашу сегодняшнюю спутницу Киру. Я так понимаю, что она еще совсем-совсем маленькая. Конечно. Кира совсем еще юная, ей всего 7 месяцев, фактически это младенец. Кира очень общительная, она любит сидеть на руках, она любит общаться с детьми, любит общаться со взрослыми. С опаской относится к мужчинам, но очень-очень любит женщин. То есть и с удовольствием идет на руки, и очень сложно ее забрать у посетителя, очень сложно ее посадить назад в вольер. Чем отличаются гиббоны у других обезьян? Ну, во-первых, это человекообразные обезьяны. Вот мы сейчас, я вам продемонстрирую, у Киры нет хвоста, посмотрите. Нет хвоста у Киры, да, нет, нет, все-все-все-все. У нее нет хвоста, а передвигаются гиббоны при помощи длинных длинных рук. Как по рукоходу, с ветки на ветку, с ветки на ветку они перепрыгивают, и, то есть, могут преодолевать расстояние до 15 метров, очень длинное расстояние. Ну, Кира, конечно, еще не может так высоко и далеко прыгать. Вообще, она еще в основном проводит время на руках, либо в своем вольере. То есть, свободно она фактически не гуляет. Дело в том, что гиббоны довольно длительное время проводят с мамой. И сейчас, поскольку от мамы у нас далеко, то есть, как мама, она воспринимает человека. То есть, поэтому она общается с удовольствием с женщинами и с сотрудниками выставки. Она фактически все свое время проводит на руках. Еще одна особенность гиббона – они спят лежа. Кира у нас спит в гамаке. Каждый вечер в вольер ей вешается гамак, она укрывается одеялком и засыпает. Мы не занимаемся дрессурой животных, мы занимаемся только воспитанием. А как проходит процесс воспитания? Ну, как и с детьми. Методом проб и ошибок. Дело в том, что с обезьянкой отношения, вот, например, с такой обезьянкой, как гиббон, можно отношения построить только на доверии. Любое проявление каких-то негативных эмоций обезьяна запоминает. То есть, они очень приеданы, они очень дружелюбны. То есть, и именно поэтому воспитание здесь может быть только методом объяснения. Ни в коем случае нельзя применять к обезьяне физическую силу. Она обязательно это запомнит. И она не будет к вам уже относиться хорошо, она не будет вам доверять. А если нет доверия, то и нормальное общение тоже невозможно. Любое живое существо должно испытывать ласку и любовь. Особенно в таком юном возрасте, как вот большинство наших питомцев. Сейчас у нас запущен пневмошатер, то есть, это такой надувной, передвижной дом для наших обезьян. То есть, нам не нужно уже искать подходящий зал, мы можем уже позволить себе более просторные вольеры. То есть, и мы стремимся к тому, чтобы животным и посетителям было комфортно. Потому что очень важно, когда ты приводишь ребенка на подобную выставку, показать не только разнообразие видов, но и не вызвать негативные реакции у ребенка. То есть, ребенок тоже должен видеть, что животное чувствует себя хорошо, что оно здорово, что оно живет в приемлемых условиях, что оно сыто, что вокруг него чисто. Это тоже очень важно, потому что ведь на подобных мероприятиях дети должны учиться любить окружающий мир, любить природу, любить животных. То есть, это важная часть воспитания, важная часть развития человека, ребенка, его личности. Ну, я смотрю, Кира у нас практически уснула. Давайте, может быть, ее угостим. Принесите нам, пожалуйста, фрукты. Кира завтракать будет? Кира кушать будет? Угу, спасибо. Будем кушать? Да. Да, будем. Кира, может быть, Кира встанет? Кира, лежа же, нельзя кушать? Давай, Кира, просто вставай, вставай, садись. Садись. Вот, молодец. Ирина, у вас случались на выставках какие-нибудь смешные казусы? Может быть, кто-то из детей не хотел уходить от какого-то питомца? Или наоборот? Дети отказываются уходить очень часто. И родители, ну, как правило, они обещают привезти их еще раз. То есть у нас бывают даже такие дети, которые ходят фактически у нас на абонементе, которые постоянно к нам приходят. То есть, а казусы у нас постоянные, потому что это действительно огромный детский коллектив, такой мохнатые маленькие детки. Вы знаете, был случай в Ачинске. Тогда еще не было пневмошатра, и мы взяли только-только взяли новую обезьянку. В Благовещенском зоопарке это была маленькая макака, совсем крошечная, буквально четырех месяцев от роду. И купили ему ремешок. Вольер еще не был изготовлен. И на ночь его, значит, посадили, соорудили ему небольшое такое гнездышко, пристегнули его на поводочек, чтобы он далеко не убежал, и оставили. Решили, что не сможет он расстегнуть ремешок, застежечку ремешка. А выяснилось, что зал, значит, был оборудован системой сигнализации, реагирующей на движение. У ребенка оказалась очень развитая моторика. Он благополучно расстегнулся в ремешок и пошел гулять по музею. Соответственно, сработала сигнализация, приехала милиция, приехали сотрудники музея, в котором мы стояли. Изловили нашего беглеца, не знали, куда его определить, нам почему-то не позвонили. И они решили, что ему необходимо найти закрытое, теплое помещение. Ничего лучше, кроме туалета, они найти не смогли. Туалет, отвесная кафельная стена, и вверху маленькая-маленькая окошко вентиляции. И вот настолько оказалась цепкой и проворной макака, макака, что он забрался по стене, каким образом неизвестно, забрался в вентиляционную шахту, по ней спустился в подвал, дверь куда оказалась заварена. Естественно, он испугался, там темно, сыро, страшно, он начал кричать. Сотрудники музея, которые еще не ушли, среди ночи, вызвали МЧС, которые автогеном скрывали дверь, чтобы нашу малявочку оттуда высвободить. Ну и, конечно, таких курьезов очень-очень много. Я думаю, сейчас многие телезрители уже... Вы желали поскорее попасть на вашу выставку. Где вы располагаетесь? Выставка расположилась у торгового центра «Премьер», рядом с магазином «Ашан», на парковке торгового центра в «Пневмошатре», как я уже говорила. Вы можете посетить, любой лизайнер может посетить выставку ежедневно с 11 утра до 8 вечера. Мы работаем без перерыва на обед и без выходных, и будем работать минимум до середины сентября. Спасибо, что вы сегодня к нам пришли, что привели с собой Киру, что порадовали весь наш коллектив. А я надеюсь, что рязанцы порадуются, придя на вашу выставку. Спасибо вам за приглашение. Нам очень понравилось. Кирю посмотреть тоже очень понравилось. Ну что ж, Кира продолжит свой завтрак, но наша программа подходит к концу. Мы увидимся с вами в следующих выпусках. Всего вам самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok